Ребята, всем привет! Приехали на гостеприимный аэродром Пешково. И сегодня у нас очень насыщенная программа. Во-первых, сегодня я первый раз в жизни подниму в небо турбореактивный самолёт собственной конструкции, между прочим. Вы его очень хорошо знаете. Это мой самый первый самолет, который я сделал на канале. Большой реактивный фанжет с тягой двигателя 18 килограмм. Перед этим, естественно, хочется потренироваться на маленьком. Потому что летают они абсолютно одинаково. А для чего я вообще на большом взялся летать? Да потому что мне придется вот этот мой красный скоростной поднимать в небо. Коршун F1. Поэтому надо потренироваться, а иначе никак. Сколько я их перебил, пока научился летать. Вот оно всё добро. Вот он этот белый наш самолёт. Легенда канала. Ну и ещё рядышком, как обычно, лежит вот этот. Да, надо всё собирать. Немножко волнуюсь. Ну что делать? Когда-то должен быть этот первый раз. Ребята, я понимаю, что я уже много раз показывал этот самолёт. Но надо ещё немножко полетать. Он мне очень нужен для тренировок. У меня, считай, все самолёты такой схемы и вообще все самолёты такие, только разных размеров. Вот сегодня, чтобы на большом полетать, надо разлетаться. И вам советую, прежде чем что-то ответственное делать, сделать что-то попроще как-то, потренироваться. Поехали, полетели, постартовали. Видели, ребята, как чуть не уронил самолёт. Руки оказались не подготовлены к первому полёту. Сейчас поспеваю. Попытаюсь оторваться. Aaaaaaaaaaaaaa! Вот этот удал. Апад горю Pvg на связь? Ну все, все. Сейчас летаем на пару с квадрокоптером. Ваня пилотирует. Должны быть красивые кадры. У меня батарейка. У меня тоже, я сейчас тоже сказать не буду. Так,выкатываемся. Помочь. Почему у меня руки так дрожат? Адреналин перед полетом. Загорелась. Иди сюда,сюда быстрей. Пшикни туда. Пусть дальше. Вчера он лучше запустился. Когда мы пробный делали запуск. Сегодня я перелил в него керосина и не смог с первого раза стартануть. Сейчас стартаню. Продолжение следует. Зависит. Продолжение следует. Постой. Вчера. Пушкой. Идет. Пушкой. Вчера. Вчера. Учера. Очень страшно. Коленки в полете обычно дрожат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я там. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Вдох двигатель. Уже как раз в момент передачи Виталику я, ребята, не справлялся с волнением. Все начало вот так трястись. Хотел передать самолет Виталику, но вырубился двигатель. В итоге пришлось сажать. Уже в момент передачи в руки было дело. Я забрал себе и посадил. Кривенько, но нормально. Короче, боевое крещение у тебя. На реактивном самолете. Жестный. Ты сам посадил. Не ходил. Спасение просто. Ты тоже квадрику ранил? Я посадил батарейку в ноль, до последнего вел его. Где-то вот здесь лежит. Олег мчится. В идеале стоит, как будто специально так посадили. Перешли на небольшие модели с поршневым двигателем. Виталик управляет. Вроде неплохо получается, ребята. А можешь пройтись над нами? Нормально. Разверни, Виталик, самолет и пусть он снова над нами пройдет. Только уже с другой стороны, другим курсом. А он уже разворачивает, смотри. Идет, идет. Красота вообще. Чуваки там сидят как настоящие. Похоже на настоящие. Это вообще безумная копийность какая-то. Мне надо ехать на соревнования. Посадил. Еще сегодня у нас один момент. Большие в перемешку с маленькими идут у нас тут. Тяга есть. А нам все время говорят, Олег, что мы с этими игрушками возимся. Мол, не интересно это все. Вот настоящий самолет. Вот это, говорят, интересно. И то, и то интересно. Все интересно. Вот, ребята, человек, у которого есть настоящий самолет и не один. Но, тем не менее. Подожди. Пусть подпромыслает. Все, давай. Опять заглох. Опять заглох. Две минуты глохнет двигатель. Что ему надо? Может там воздух? Как будто воздух попадает. Давай вынесем. Целый? Да. Пружину просто вставим. Вдвоем дотащить? Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие дела, ребята, так бывает. Непонятно что. Я ручку даю больше,больше,больше,больше. А он всё как летел,так и летит прямо. То есть это потеря управления,потеря связи,потеря не пойми чего. Та самая электроника,которую все мы любим и которая супер надежная. Сейчас пойдем смотреть,что там от самолета осталось. Следы катастрофы. Всё разлетелось,ребят. Вообще... Вот так это выглядит. Вот он след удара первого. Жестко. Вот кусок носа. Вот там даже болты какие-то есть,центровочные. Шасси. Ну и вот собственно сам аппарат. Двигатель немножко пострадал. Мотор вообще улетел у него куда-то. Мотор отсутствует стартера. Вот двигатель. Двигатель по виду вроде более-менее целый. Ну и вот сам самолет как выглядит. Авиакатастрофа,ребят, настоящая. Вот тебе и концовка. Хотели заснять концовку,полетать третий раз. Ну вот оно и всё. Как у вас настроение? Нормальное? Поднятое? Приподнятое? Нормальное? Как ровно. Благо, что самолет немного хоть полетал. Полетов 30 у него всего. Может 40 на борту. В следующем видео сделаю небольшой разбор полета. Что живое осталось? Как так произошло? Есть уже мысли по этому поводу. Смотрите, небо какое красивое. Вообще фантастика. Просто фантастика. Ребята, ну так бывает. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Будет много интересного. Я очень уверен в этом. Всем пока. До новых встреч. tampoco fisms господа. До встречи. До встречи. До встречи. Пока. До встречи. Продолжение следует...